Противостояние в холодной войне И вот теперь, когда скорость подошла к трем скоростям звука, возник новый – тепловой. По расчетам, некоторые элементы конструкции машины могли нагреться в полете до 300 градусов Цельсия. Это вызвало целую революцию в технологиях и материалах. Вместо традиционных алюминиевых сплавов в конструкции применили сталь и титаны. Вместо клепки – сварка. Высокие температуры потребовали создать особую защиту летчика, оборудование, вооружение. Самолет сделали в двух вариантах – разведчик МиГ-25Р и перехватчик МиГ-25П. Осенью 1964 года летчик-испытатель Петр Остапенко совершил на новом перехватчике первый полет. Облик МиГ-25 был очень необычен для того времени. Большие воздухозаборники, громадные колеса шасси, два киля, огромные сопла двигателей. Взлетный вес истребителя – 36 тонн. Ничего подобного до сих пор советский авиапром не создавал. Получилась уникальная машина, которая подвластна и сверхскорости, и сверхвысоты. С полным вооружением МиГ-25 мог забираться на высоту более 20 километров. Крейсерская скорость – 2500 километров в час, а максимальная – 3000. Подстать самолету и его системы. Уникальные возможности локатора, способного обнаружить цель на удалении 100 километров. Уникальные ракеты Р-40, которые могут поразить нарушителя на расстоянии 30 километров. Слово «уникальный» как нельзя лучше отражает суть самолета МиГ-25. С поступлением его на вооружение противовоздушная оборона страны поднялась на новую ступень. Желающих совать нос в чужую страну сильно поубавилось. Летать на этом самолете у летчиков считалось очень престижным. Тройная скорость звука. Высота, где над головой уже не голубое небо, а черный космос. Немногим дана возможность ощутить это. Правда, к таким полетам допускали не сразу, поскольку они имели определенную специфику. Если выйти на предельные высоты и скорости было не так трудно, то обратные действия требовали большей собранности. Уменьшать скорость и высоту полета сильно разогретой машины летчик должен был по строго определенному профилю. А в остальном управлять МиГ-25 было не сложнее, чем другими истребителями. Не доставлял он больших хлопот и техническому персоналу. Несмотря на выдающиеся летные данные, в обслуживании самолет мало отличался от других машин. Полки перехватчиков МиГ-25 разместили на угрожающих направлениях, как правило, у самых границ. На специальных стоянках с полной заправкой и ракетами перехватчики МиГ-25 несли круглосуточное дежурство. По тревоге летчики дежурного звена занимали места в кабинах и взлетали на перехват. Но до применения оружия чаще всего так и не доходило. В качестве предупреждения достаточно было продемонстрировать возможности. Пролететь, например, вдоль границы на огромной скорости и показать ракеты под кровом. Вот истребители-перехватчики МиГ-25 и Су-15 демонстрируют эту мощь на больших учениях войск ПВО под кодовым названием «Союз-74». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вообще учения проводились регулярно и с размахом. Перехватчики пролетали большими стаями, радуя глаз высокого начальства. Выполняли показательные пуски ракет по беспилотным самолетным мишеням. И, казалось, нет прочнее воздушного щита. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но 6 сентября 1976 года произошло событие, сильно пошатнувшее эту уверенность. Старший лейтенант Виктор Беленко угнал сверхсекретный перехватчик МиГ-25 с бортовым номером 31 в Японию. Вместе с машиной в руки противника попали коды системы опознавания «Свод чужой». И самолеты летчика Советский Союз затребовал обратно. Однако Соединенные Штаты предоставили Виктору Беленко политическое убежище. А МиГ-25, прежде чем вернуть, японцы и американцы подробно изучили. Их оценка оказалась достаточно высокой. Иностранные специалисты отметили простоту конструкции и оборудования. Их поразило, насколько хорошо самолет оптимизирован для единственной цели – догнать и уничтожить противника. Безусловно, Беленко нанес урон стране. Пришлось, например, срочно менять систему опознавания «Свой-Чужой». Но, как говорится, нет худа без добра. Она давно уже требовала обновления. И инцидент лишь ускорил переоснащение. А следом срочно были проведены массовые доработки других систем. Отчего МиГ-25 приобрел новые качества. На следующей модификации, например, стояла радиолокационная станция, способная видеть цели на фоне Земли. Теперь даже небольшая цель, летящая на высоте всего 50 метров, не осталась бы без внимания. Обновленный самолет получил обозначение МиГ-25ПД, то есть перехватчик доработанный. Угон снизил степень секретности машины и тем самым снял ограничения на ее экспорт. МиГ-25 закупили несколько дружественных Советскому Союзу стран. Потенциальному противнику таким образом пришлось иметь дело с МиГ-25 уже в разных местах планеты. Субтитры создавал DimaTorzok